как красиво оформить вывод одиночной записи или полной записи в элемент про меня зовут федор васильев и подробнее в этом видео прошлых видео я показал вам как оформить вывод блога анонсов но у нас еще с вами остается развернутая статья и она у нас выглядит пока некрасиво вот я вывел просто обычный материал заголовок какой-то текст две фотографии как бы смотрится не очень во-первых нам надо понять нужно ли нам в развернутой статье сайт бар сбоку можно делать без него то есть оставить сайт бар только в блоге то есть в анонсах статей переходим шаблоны как обычно нажимаю добавить новый здесь я выбираю одиночная то есть это и есть развернутая статья после этого выбора у нас появляется дополнительный выбор тип здесь есть несколько вариантов но в основном вам понадобится запись и страница 404 о котором мы поговорим позже я выбираю запись название шаблона так и назову записи или может написать все что угодно статьи создать шаблон как обычно нам предлагают из готовых вариантов выбрать что-то или мы можем нажать на крестик закроется всплывающее окно и мы с нуля соберем отображение записи так как нам это нравится ну или в принципе есть неплохие варианты вот этот например можем его взять и использовать за основу или вот этот вариант тоже неплохой давайте вот этот и посмотрим то есть вот что мы видим сзади у нас подтягивается изображение которое относится главное изображение к данной статье дальше у нас вот эта категория то есть вот это у нас а рубрика также настройки стилей если вам что-то здесь их вы захотите подправить под себя да вы уже знаете как это делается если вы смотрели все мои предыдущие уроки вот везде тут есть настройки дальше заголовок дальше информация то есть кто написал статью когда была создана количество комментариев дальше этого содержимое записи здесь поделиться кликнуть по кнопкам социальных сетей поделиться данной записью но это социальное продвижение в принципе можно оставить вот это вот надо будет перевести на свой язык это просто текст например переименую как вам эта статья или можете написать кликните по социальным кнопкам если вам статья понравилось это плагин кнопок социальных сетей здесь можно по крестику вот удалять те социальные сети которые вы не пользуетесь или добавить какую-то свою вконтакте здесь есть вот у нас вконтакте вот здесь можно написать текст любой текст я написал поделитесь вконтакте данной статьей дальше linkedin вот этот я удалю например вот так вот можно оставить дальше вид только иконка только текст то есть как вам больше нравится иконкой текст и оставляю или можно скрыть тексты стиль ну просто внешний вид как вам больше нравится форма квадратная скругленная округлая и колонки в одну колонку вот так вот как вам больше нравится я оставлю вот так же в 2 дальше автор здесь у меня моя фотография всплывает потому что email который зарегистрирован как администратор на сайте wordpress к email привязан гаватар сервис поэтому иконка тянется с сервиса гравата соответственно информация здесь немного я покажу как здесь сделать более полную информацию об авторе в данном случае перешел в редактирование данного блока это у нас блок автор плагин здесь источник текущий автор или можно поменять здесь загрузить свое изображение я оставлю текущий автор также изображение профиля показать или нет отображать имя да нет ссылка веб-сайт архив записей пока ссылок нет покажу как оформить этот блок позже дальше биография показать или нет биографию нас не добавлено поэтому позже также покажу кнопка архива да здесь вот можно написать вот текст кнопки вот здесь и здесь будут все архивы ваших предыдущих записей дальше где информация слева справа выравнивание информации дальше комментарии я не рекомендую наверное использовать от фейсбука лишняя только нагрузка на сайт можно оставить если хотите конечно но комментарии будут только от фейсбука я это удалю и мы здесь сейчас вернем обычные комментарии вот этот заголовок комментариям тоже далее у wordpress отличная форма комментариев родная которая идет вместе с движком поэтому мы здесь ее и оставим чтобы комментарии поставить вниз статьи переходим с вами в плагины вот у нас блок одиночная то есть заголовок анонс у нас все плагины здесь эти присутствуют блок автор вот этот плагин это идентичный плагин этому плагину то что используется в шаблонах здесь еще можно взять навигация записи такой вот есть некий плагин разместить его например где-то здесь то есть это предыдущая следующая статья это позволяет в каком-то роде увеличить поведенческий фактор то есть заставить человека остаться дольше на вашем сайте то есть почитал статью увидел здесь что-то еще интересное анонс статьи перешел на другую вашу статью и задержался на сайте еще дольше это хорошо видит поисковики это хорошо для вашего сайта с точки зрения seo сайта поэтому наша задача чтобы посетитель как можно дольше читал наш сайт и все такие вот плюшки они все должны быть на сайте все что позволит задержать посетителя надо все использовать соответственно настройки здесь у этого плагина то есть предыдущая следующая текст можно заменить на свой дальше отображать или ярлык или нет дальше отображать ли стрелки рядом такие стрелочки дальше можно выбрать двойную стрелку там на вашу смотрение здесь есть некий выбор заголовок записи в общем здесь настройте под себя дальше комментарии вот обычные комментарии блога перетаскиваем сюда все комментарии у нас от wordpress размещены в шаблоне к нашим записям можно проверить адаптивность но как правило здесь ничего править не придется так как мы используем шаблон единственно есть вопросы на мобильном устройстве к слишком большим отступом по краям допустим с настройками мы закончили дальше нажимаем опубликовать здесь внимание включено записи все в принципе записи у нас выглядит все одинаково именно в развернутом виде поэтому я здесь такое условие и оставляю нажимаю сохранить и закрыть смотрим как была у нас запись то есть все записи блога должны теперь одинаково красиво выглядеть обновляю страницу вот у меня сзади показана такая шапка из основного в изображении записи здесь у меня категория здесь заголовок информация мета ну здесь это уже контент то есть все то что вы редактируете в самой записи перехожу в запись в редактирование самой записи вот область контента картинки здесь можно больше сделать если хотите вот эту область контента дальше как вам эта статья то есть социальные такие симпатичные кнопочки поделиться то есть соц сети все нормально все работает информация об авторе посмотрим в следующем видео а предыдущие следующие вот у нас статьи дальше комментарии я оставил эти комментарии и форма комментариев обычная форма комментариев от wordpress и в следующем видео поговорим про цвета бордовый цвет вот этот вроде как бордовый да есть тут тоже свой нюанс который разберем также следующем видео то есть откуда берется этот цвет этого цвета я не задавал но у нас ссылки все здесь вот именно в области комментариев соответственно все ссылки вот эти все заголовки сама кнопка идет в одном цвете у вас возникнет вопрос как эти цвета поменять на свои и как раз таки следующем видео это разберем после того как мы создали этот шаблон теперь все абсолютно все записи в разных категориях в раскрытом виде выглядят одинаково то есть вот например я в джумовский зашел записи ведь отображение идентично и как вы понимаете здесь можно если вдруг надо какой-то одной записи индивидуальный сделать дизайн за счет шаблонов элемент за счет исключения или включения записи то есть каждой записи можно сделать по сути уникальный а дизайн уникальное отображение но не знаю кто этим будет заниматься для каждой записи делал свой дизайн зачем это надо но если что здесь есть такая возможность также вы могли обратить внимание то что у нас есть же шапка есть подвал но заходя внутрь статью если конечно вам нужен но в любом случае меню нам нужно в данном случае у нас почему-то нет меню и нету подвала вы можете это легко в шаблоне изменить то есть в самом низу под комментариями нажимаем вот на эту папочку мои шаблоны находим здесь подвал и напротив кнопку вставить здесь да внизу вы видите подвал размещается на самый верх нажимаем здесь плюс также на папочку шапка сайта вставить до шапка вставлена нажимаем здесь обновить идем на сайт обновляем страницу записи теперь у нас шапка есть и внутри записи меню все работает поиск работает подвал размещен если вас плагин элемент про заинтересовал вы можете приобрести его по ссылке который находится в описании под этим видео покупая элементар плагин вы таким образом поддерживаете меня на этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео